Человек с плаката, так сегодня называют кировчанина, ветерана войны Матвея Матвеевича Малышева. Именно он запечатлен на одном из больших панно, которые будут украшать город Киров в праздничные майские дни. Здравия желаю, товарищ полковник. С праздником вас поздравляю. Спасибо. От главы города Кирова, Быкова Владимира Васильевича, от депутатов Кировской городской думы 5-го созыва. Крепкого здоровья и спасибо вам за победу. Спасибо. 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 Алексей Матвеевич встретил войну на западной границе СССР в 1941 году. Он пограничник и хорошо помнит, с какими потерями наша армия в первое время отступала. Днем советские войска обороняли рубежи, а ночью шли на восток. Отступала Красная армия вплоть до Волги. Именно на этой реке произошли ключевые сражения, которые переломили ход войны, после чего началось победоносное движение наших войск не на восток, а на запад. Мы оборонялись на Курской дуге знаменитой. У меня родной брат, он старше меня на два года, был ефрейтор, командир пулеметного расшета. У меня, как говорит, на руках погиб. Его там схоронили, а я продолжал воевать. Матвей Матвеевич родился в 1922 году и начал военную службу курсантом еще до Великой Отечественной. Он принимал участие в хасанских боях с Японией в 1938 году. Тогда советская армия выполнила поставленную перед ней задачу по защите государственной границы и разгромила противника. Кстати, цвет военной формы Матвея Матвеевича зеленый – это цвет пограничных войск. Мы наступали по всей Белоруссии, освобождали, в том числе Минск, город. Варшаву освобождал Варшаву зимой 1941-1945 года по льду зимой. Она была вся разбита и дошел до Берлина. Кстати, лицо ветерана можно увидеть на праздничных плакатах, которые украсят наш город к 9 мая. А один из плакатов, самый большой, уже висит на здании городской администрации. Несколько минут назад я жал легендарную руку, которой Матвей Матвеевич изгонял зло с нашей русской земли. В общем-то, это легендарная личность. На самом деле, дай бог им здоровья, 93 года – это все-таки уже возраст. Иван Швецов, Владимир Подлевских, Вести, Киров.